Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос, разрешает ли Библия многоженство. И мы читаем книгу Бытия, это 4 глава, 19 стих. «И взял себе Ламех две жены, имя одной – Ада, и имя второй – Цила». Ламех считается первым человеком, который вводит многоженство. Но Ламех – это не сифит, Ламех – это каянит. Хотя святые отцы говорят, что мы можем подражать Ламеху в его покаянии, он раскаивался в своих грехах искренне даже перед своими женами. Но подражать ему в многоженстве мы не можем. Почему же Ламех завел себе сразу двух жен? Считается, что Ада – это жена была предназначена для произведения потомства. Она звалась Ада, потому что была противна своему мужу и отвергаема им. Слово «Ада» переводится на арамейский как «отверженная». Почему она была противна своему мужу? Она постоянно была беременная или в состоянии кормящей матери. А беременная женщина, она бывает и раздражительна, и к ней надо относиться с повышенным вниманием. А эгоизм Ламеха требовал чего-то другого. Вторая жена Цила – это была жена для блуда, для Саития. Поскольку ее имя созвучно слову «цель», «тень», «сень», ведь она как бы все время находилась в тени своего мужа, то есть она постоянно пребывала в общении с ним. Но получилось так, что и Ада, и Цила родили Ламеху детей. Хотя он как бы выстроил свой такой порядок. Вот одна жена для чудородия, а другая для блуда. На самом деле в Священном Писании говорится о том, что это трудное испытание для человека, если у него две жены. Это, как в Евангелии сказано, нельзя служить двум господам. А как разобраться с двумя женами? Давайте посмотрим текст. Это книга «Второзаконие», 21 глава, с 15 по 17 стих. Здесь мы находим следующие слова. «Если у кого будет две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделении сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства». То есть здесь говорится о том, что в такой ситуации возникают все время какие-то недопонимания. Две жены – это как два господина, и тот, который служит двум господам, он не может полноценно обслужить и одного, и другого. Так и при многоженстве будут возникать вопросы и всякие недоумения. Также в книге «Второзаконие» 17 глава, 16-17 стих даются законы о царях. И в этих законах говорится о том, что опасно для царя. Ну, то же относится к царям в данном контексте, относится и к людям. «Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем в Сим». Ну, это запрет на большой автопарк, как бы сейчас сказали. 17 стих, важный для нас. «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». То есть жены могут развратить его сердце, а богатство может извратить его душу. В христианской части Библии, Священного Писания, это первое к Тимофею 3,2, говорится о том, что многоженство – это порочный путь. Он был попущен евреям с целым рядом оговорок, на которые мы уже обратили внимание. А вот первое Тимофея 3,2 сказано, «Но епископ должен быть непорочен». А далее объясняется, что такое быть непорочным. «Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив». «Одной жены муж». А если человек нарушает этот порядок, то он становится порочным. Епископы являли из себя что? Вот тропарь епископом. Правило веры и образ кротости. То есть епископ – это образ кротости и правила веры, прежде всего в нравственных вопросах. И епископ, у которого могла быть только одна жена, это был пример для всех рядовых христиан. Таким образом, многоженство, оно пропадает в формате христианской религии. Да и в Ветхом Завете это была большая редкость, так как только очень богатые люди могли себе такое позволить. И Священное Писание предупреждает людей об опасности, что даже цари могут быть совращены в своем сердце через многих жен. Таким образом, поступок Аламеха, когда он завел двух жен Аду и Цилу, без сомнения был порочный поступок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok